всем большущий привет спасибо всем девочкам кто зашел ко мне на канал и оценил мою работу по дизайну и по описанию тамоми яшимото вообще-то вот джемпер должен выглядеть вот так я считаю что это все-таки для более молодых девочек видите он довольно короткий вот вот такой вот только до бедра но рукав длинный тоже заниженная пройма видите цветы все подняты вверх я отступила вот так вот потому что если бы я подняла я бы себя обузила у меня был бы очень широкий низ да по фигуре прям я бы себя расширила мне кажется белая пряжа она увеличила плечевую зону а тут я минимум сделала вот этого однотонного полотна я почему снимают видео потому что очень многие спрашивали из какой пряжи я вязала но видимо не все посмотрели предыдущие видео мало кто знает из какой пряжи я вязала и тех кто не смотрел предыдущие видео какую какую я пряжу использовала и ответить где я брала описание описание я брала но на ресурсе ravelry ссылку я поместила под видео вы можете пройти посмотреть там все подробно написано правда на английском языке но девочки кому надо в принципе через google переводчик вы можете перевести проблем нет проблема начинается потом после того как вы скачаете вот эти вот все чертежи в pdf потом начинается конечно проблемы потому что дальше описание тоже идет на английском языке и схемы в принципе они я сейчас конечно я не имею права так вот все подробно показывать рассказывать вот видите дальше по схеме вы можете в вполне все разобрать то есть тут отдельно каждый рукав отдельно перед отдельно спинка и потом она дает вот приемы как она там набирает как она вяжет все поэтапно то есть в принципе если озадачиться вот этим не спешить не нервничать все понятно у меня с английским проблемы потому что я не учила английский язык я учила другой язык но тем не менее потихонечку я все-таки разобралась стало понятно что есть разные размеры то есть вы скачиваете у вас приходит на почту вот все вот эти чертежи и описание там несколько размеров выбирайте тот который вам надо выбрали размер и потом в соответствии с размером вы распечатываете именно ту схему по детально по рукаву по переду по спинке то что вам надо там вот но настолько вот все понятно непонятно начинается потом когда начинаешь вывязывать по схеме поэтому перед тем как вязать я советую многим просто потренироваться вывязать вот один цветочек потому что здесь все эти цветы никакой никакого порядка нет вывязывания какой симметрии то есть один цветочек наплывает на другой цветочек и в общем тут вот надо просто тупо сидеть провязали допустим сколько-то там клеточек до сразу отмечайте у меня видите тут целый арсенал фломастеров лежит я их еще не убрала и поэтому я вот цветными фломастерами отмечала разные виды чтобы не не запутаться у кого есть планшеты есть такая программа где вы можете отмечать на планшете скачать туда и отмечать карандашом ну ручка такая специальная чтобы отмечать планшете там можете отмечать там тоже такие цветные эти можете ставить себе точечки или зачеркивать и вам будет понятно по размерам я сказала что размеры xxl по моему даже 3xl есть есть эм очки есть элечки есть 2l я себе вязала размер 2l можно было бы наверное и эльку мне связать хотя я ношу 50 размер да но поскольку здесь все-таки видно что это оверсайз кофточка да это оверсайз я думаю чушь я буду себя обуживать кто-то мне там написал что широкая спинка в модели в этой модели там она прямая да но она как бы вот отстает от спины она не прилегает это кофта не облегающего силуэта это довольно просторная прямая такая кофточка или как мне написали свитер я говорю свитер мне написали свитер хорошо пусть будет свитер девочки под под видео под моим вот заходите там внизу под описанием внизу где описание там есть ссылка на этот ресурс аравилари это описание платное значит ну не бог весь сколько стоит потом еще спрашивали стоит ли покупать трудно ли разобраться до разобраться не просто я сразу скажу что разобраться не просто описание на русском языке нет но кто хочет вот я допустим больше уделяла внимание схеме и разбиралась со схемой мне принципе и схемы было бы достаточно то есть правильно подобрать размер и вязать по схеме я думаю все понятно да покажу вот видите все у меня вот таким образом зачеркнуто перечеркнуто все вот эти вот я отмечала себе где провязала специально отмечала все вот эти клеточки и ряды обязательно ставила обязательно ставила черточку против того ряда где я вижу прям расчерчивала по линиям какую я зону вижу и потом каждую клеточку я отмечала мне так легче было я не знаю может быть кто-то может по-другому ну и я всегда отмечаю вот так чтобы не запутаться теперь по пряже из какой пряжи я вязала это в основном хлопок в основном хлопок кроме одной бобинки единственный хлопок от камтекс вот этот хлопок ну не только сейчас еще покажу мне там спушеный итальянский это от камтекс вот это от камтекс начала я вязать сначала в одну нитку она ну как как любая буклированная пряжа где-то пусто где-то густо и связала вот такой образец да он более пластичный в одну ниточку он более пластичный я не вывязывала здесь цветы мне надо было понять в этом образце как будет вести себя нитка вообще как она будет в узоре смотреться не будет ли вообще это разнобой потому что пряжа разные абсолютно разная пряжа здесь просто вот так вот извините от балды я этот узор вот такой асимметричный здесь сделала это вот сборная солянка вот эти вот пятнышки из это из итальянской пряжи я покажу сейчас какой и вот этот белый фон это вот это букле мне что еще не понравилось в этом образце вот такая резинка которая мы практически она не держит резинку вот ну совсем никакая она просто ползет я связала тогда образец где не могу показать распустила где уже сложила две нитки до толстого то в принципе я согласна но зато резинка получилась нормальная и добавила а вот вот это вот буклированная пряжа она добавила объема вот этим цветам она просто добавила объема получилось знаете вот действительно как в 3d они выпуклые получились так значит вот это от комп текс пряжа бела есть сейчас они выпускают пряжи фантазийная тоже буклированная пряжи и разных разных оттенков то есть вот ну можно подобрать любой мне кажется там другой цвет какой-то вот этого вот букле но если не зацикливаться на букле не зацикливаться на хэбэ то можно конечно подобрать и шерсть и полушерсть мериносто что угодно буклированное какую-нибудь другую пряжу мне кажется ничего страшного я почему собрала вот эту сборную солянку да не из всякой пряжи потому что из этой пряжи я вот это вот итальянский хлопок вспушенный он тоже немного как букле смотрится но не букле конечно он извиняюсь он такими вот как бы ворсинками спрашивали меня еще по метражу значит метраж я могу сказать но он вам ничего не даст потому что здесь намешано столько разной пряжи вот это вот 240 метров камтекс 100 граммах вот это вспушенный хлопок зелененький это 1000 метров 100 граммах вот это розовая которую я тоже туда добавляла в микс такой же вот пушистенький хлопок вот он из него я вообще ничего не вязала вот он у меня стоял я решила просто его сюда замиксовать он более пушистый чем зеленый даже я бы сказала и вот дал тоже такой вот объем очень неплохой тоже 1000 метров 100 грамм это все вот бобины у меня вся итальянская пряжа здесь бобинная так потом вот такой хлопок я использовала он с добавками с какими-то но я уже описание я не помню куда я дело так как бы мне его взять чтобы видно было он и буклированный вот этот хлопок видно плохо надо на белом на чем-то показывать сейчас вот так положу его да вот так видней он и буклированный и с какими-то шиши бриками с какими-то шишечками и тут есть какой-то блеск вот видимо полиэстер добавлен и какие-то белые такие вкрапления общем тут белый бордовый и немножко черноты какой-то очень фактурная ниточка тоненько здесь вот вот я боюсь ошибиться то ли 1000 метров тоже 100 грамм то ли 1200 но она довольно тонкая эта нитка вот мне еще и и так прилично осталось и я ее взяла в качестве добавки вот эту нитку я буду еще миксовать у меня есть идеи куда я хочу замиксовать вот эту пряжу вот вот такая пряжа да и для зелени поскольку я так планировала такой весенний светерок связать чтобы там у меня зеленая розовая я добавила вот это меринос это джелонг очень хорошего качества здесь в 100 граммах 1400 метров брала я вот эту бобинку в остатке тут где-то было около 100 грамм по моему даже 100 грамм нет ну на все про все видите у меня пол бобинки еще и осталось то есть грамм 50 у меня здесь есть вот от какой фабрики тут еще этот конус сломался я туда не залезу не прочитаю по моему это за небо руфа вот мне не хватило вот этого салатного цвета я добавила сюда конечно вот этого зелененького вот такую пряжу я использовала вот так посмотришь да на первый взгляд думаешь какая-то ерунда получается не подходит а вот потом когда вывязываешь образец вроде бы и неплохо получается а потом еще в изделии конечно когда начинаешь убавлять добавлять какую-то ниточку тогда уже становится понятно как это будет хорошо или не очень что мне еще написали что большая горловина да ну да по сравнению с моделью до дизайнера она конечно вот смотрите здесь у нее под горлышко что-то я не рискнула себе под горлышко делать из хлопка если был теплый свитер то наверное можно и поближе горлышку все конечно непонятно на мой взгляд этот джемпер что нет воротника ну поскольку это автор написал я уже тут с ним спорить не буду да потом вот что еще мне еще писали девочки описание переделанное описание я вот в данном случае ничем помочь не могу потому что во-первых я связала только первый вариант и исправляла все на ходу то есть у меня вот это вот основное да вот вот это основное все и я тут же вот что-то тут правило до что-то тут убирала вот прям подчеркивала себе сноски делала убирала укорачивала что-то удлиняла что-то на листике себе писала это такая бракадабра я сама с трудом разберусь чего я там накалякала чтобы допустим давать какие-то советы или комментарии или свою схему представить это надо знаете сколько дорабатывать ее чтобы было людям понятно и потом внутри все-таки авторская работа я считаю я воспользовалась чужой авторской работой потом как бы выдавать это за свое не знаю мне кажется это не очень этично наверное хотя мне говорят там ничего такого нету ты вроде как сама там его переработала не но я буду с этой идеей ложиться и вставать о том что в принципе то эта идея чужая но если вообще как-то переработать взять другой силуэт там взять по-другому разбросать вот эти цветочки как-то вот ну все по-другому сделать ну тогда еще да а вот это я не знаю вот просто я могу вам посоветовать в каком плане если вы хотите изменить что-то под себя делайте выкройку вот сделайте для себя выкройку или если у вас есть выкройка вашего оверсайза потому что эта кофточка оверсайз несмотря на то что рукав заужен книзу по пройме по ширине силуэта это оверсайз поэтому в соответствии со своей выкройкой уже корректируйте уберите эту схему и прям рисуйте на ней рисуйте на ней потому что схема которая дается здесь да она клеточки эти даются как бы ну в сантиметре и допустим вот вы дошли до проймы все там дальше уже полотно начинается я надеюсь видно да вот пройма вы дошли до проймы и потом начинается полотно не могу все показывать неудобно да потому что писание платные чтоб не там не это самое не обвинили в том что я этого автора пользуюсь этим автором и как бы все показываю рассказываю мне кажется этого достаточно да кто хочет тот скачает и найдет себе сделает так как надо по нему можете вязать в принципе из чего угодно из хлопка из букле не букле там из гладкой пряжи из меланжевой пряжи да спасибо девочкам я зашла на канал анастасии которая живет в грузии очень понравился канал очень интересный такой своеобразный с колоритом я бы сказала и я посмотрела вот настя она связала конкретно вот вот такой же свитер точно но она молоденькая и хорошо у нее фигурка хорошая вот единственное что она тоже отступила у нее он не однотонный у нее пряжа здесь меланжевая цветы белым а основное полотно вот это одна она не однотонная она связана из меланжевой пряжи очень красиво тоже смотрится очень вот то есть смотрите сколько вариантов да я думаю еще больше можно вариантов тут придумать и найти и мне еще сказали что в этом же плане есть уже другие модели которые и да мне сказала да вот и да она написала что есть модели застежкой есть модели где перед короче спинка длиннее я не не попадалось еще таких моделей но мне пока хватит вот вот этой когтюли которую я связала потому что я так рада была когда я ее закончила очень тяжело вязать мне было еще не потому что там схеме все пряжа не эластичная это хлопок и вот представляете вязать хлопок вот объемные вот это вот изделие на пряжи который не тянется обычно из такой пряжи лучше вязать крючком конечно а на спицах это уже не не очень пряжек хлопок который добавляется эластичная нитка она предпочтительней но у меня такой не было вот у вся такая пряжа хб которая не тянется поэтому еще по этой причине я конечно намучилась я сегодня не в кадре потому что я снимать не собиралась просто думаю уберу я это все все то что у меня тут вот это скопило вся эта пряжа у меня недовяз который я забросила начала вязать и переключилась полностью потому что очень тяжело было отрываться от вот этого свитера цветочного томомешимота вот а здесь у меня джемпер который я начала вязать за месяц наверное до того как я взялась за этот цветочный свитер и мне осталось принципе то один рукав я уже переделывала рукав себе до один раз переделала рукав связала мне ширина не понравилось переделала опять не нравится опять буду переделывать перевязывать вот сейчас я его же но сделала примерку я не буду показывать на мой взгляд это неудачно все ножевые нитки вот поэтому сейчас я это все выпарю распущу и буду снова вязать рукава такой джемперок довольно длинный я надеюсь он после стирки подсядет это джилонг итальянский тоже от за неба руфа люблю эту пряжу от этого производителя после стирки это практически кашемир это кашемир настолько она мягкая настолько она приятная к телу хочу хочу доделать хочу довязать до того как у меня начнется уже плотно огород потом у меня все вязание это двигается на задний план и так понемножечку по чайной ложке я что-то там вижу я кстати еще носки начала вязать связала одну пару начала вторую но это я потом уже наверное покажу слишком много будет в одном видео вот кому интересно вот этот узор я брала в пинтерест там есть и схема и описание девочки поищите если кому-то интересно все там есть бесплатно пожалуйста я нашла я не знаю кто автор потому что там на какой-то доске кто-то разместил но без опознавательных знаков поэтому я автора не знаю но очень красивый узор очень красиво смотрится когда надеваешь на себя и и так красиво но сейчас он конечно такой вот как скрюченный немножко потом постирается он распрямиться вот вот это вот мне надо потихонечку тоже доделывать все я думаю девочки я ответила на все вопросы я очень старалась если что-то упустила но спрашивайте я постараюсь конечно ответить потому что многих заинтересовал этот свитер вот и вяжите вяжите и не бойтесь вяжите даже если вы свяжете не так как у автора мне кажется ну не стоит этого бояться не стоит я посмотрела там женщины вот на там же на равеларе видно они вязали посылали автору свою фотографию на их выставляла вы знаете ни одного одинакового варианта вы не найдете у всех разные абсолютно фигуры разные и выполнены по-другому и длины разные и возраст разный поэтому зайдите на равеларе там еще какая загвоздка что вам надо зарегистрироваться там прежде чем вы конечно сможете купить без регистрации вы не купите посмотреть по ссылке которые я вам даю вы сможете поэтому пожалуйста там может быть какой-то другой вариант вам еще больше понравится и это сможете себе связать на весну такую замечательную кофточку вот все буду заканчивать очень длинно и сумбурно всем пока пока всем девочкам здоровья всем мирного неба всем благополучия и до следующего видео